Глава 18. Ноги как у оленя. На третий день робость проснулась еще до рассвета. Проснулась она внезапно, вскочила и почувствовала необесуемую радость, наполнявшую ее сердце. Она не слышала голоса, не слышала, чтобы кто-то произнес ее имя, но она точно знала, ее зовут. Это был тот самый зов, который она необъяснимо ждала с первого дня своего нахождения в каньоне. Она пошла навстречу теплой душистой ночи. На небе ярко светила утренняя звезда, а на востоке блеснул первый луч рассвета. Где-то совсем рядом послышалась чистая трель какой-то птички, и свежий ветерок пробежал по траве. Поодаль слышались звуки водопада. Но вот она снова встрепенулась. Откуда-то с высоты гор послышался зов. Окутанная предрассветной дымкой, робость оглянулась. Каждая клеточка ее существа готова была отосваться на этот зов. Ноги так и рвались бежать вверх, в горы. Но где же выход из каньона? Стены его были отвесными и почти гладкими. Только в конце сбегал водопад. Оглядываясь в недоумении, робость вдруг увидела оленя. Он поднялся откуда-то с берега реки. Следом за ним бежала лань. Робость вспомнила, что видела их уже у подножия горы сокрушения. Олень легко запрыгивал на камень-жертвенник. Оттуда он сделал огромный прыжок на небольшой выступ на скале. По скале он стал перескакивать с одного выступа на другой, поднимаясь вверх. Лань неотступно следовала за ним. Робость, не раздумывая ни мгновения, прыгнула на алтарь. Она последовала за оленями на выступ в стене. Сердце ее переполнялось радостной легкостью и восторгом. Девочка почти не отставала, а стук копыт по камням слышался ей, как звук серебряных молоточков, указывая путь. Через несколько мгновений все не были наверху каньона. Робость не останавливалась, она продолжала подниматься на вершину горы, с которой услышала зов. Восток заливался розовым светом, а снежные вершины отражали этот свет, превращая его в пламя. Над вершиной горы блеснул яркий луч восходящего солнца. На самой вершине стоял добрый пастырь. Она так себе и представляла. Он будет там, сильный, величественный и прославленный, в лучах восходящего солнца. Протягивая к ней обе руки, он звал ее. «Прекрасная, с ногами, как у оленя, взойди сюда». Последний прыжок, и поймав его руку, девочка опустилась возле доброго пастыря. Вокруг них поднимались ввысь снежные вершины. Они поднимались в небо так высоко, что она не в состоянии была видеть, где они заканчивались. Добрый пастырь был увенчан короной и одет в царские одежды. Он был таким же, как она видела его, когда он вознес ее на желанные высоты и когда коснулся ее угольком с алтаря любви. Когда его лицо было строгим, величественным и печальным, теперь же оно светилось радостью. Оно превосходило все ее воображения. «Наконец», — проговорил он, когда она безмолвно склонилась у его ног. «Наконец ты здесь, и ночь печали прошла, и наступило утро радости». Затем, постав ее на ноги, он продолжал. «Настало время, когда ты получишь обещанное. Я никогда больше не буду называть тебя робостью». Лицо его снова озарилось, и он торжественно проговорил. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности он не лишает благ. И вот твое новое имя», — провозгласил он. «Отныне ты прославление». Девочка не могла произнести ни слова. Она стояла, переполненная радостью, благодарностью, благоговением и изумлением. «Следующее обещание», — продолжал добрый пастырь, — «был относительно цветка любви. Когда он расцветет, ты будешь любима взаимно». «Мой господин и мой царь», — тихо произнесла свои первые слова прославления. «В моем сердце нет больше цветка любви, который бы мог расцвести. Он был сожжен на жертвеннике по твоему повелению». «Нет цветка любви», — переспросил он с ласковой и нежной улыбкой, так что она едва могла вынести. «Очень странно прославление. Тогда как же ты сюда попала? Ты находишься на желанных высотах в самом царстве любви. Открой свое сердце и давай посмотрим, что там есть». Девочка обнажила свое сердце и почувствовала нежный запах, который она раньше никогда не ощущала. Он наполнил воздух своим чудным ароматом. В ее сердце было растение, которого не было видно, так как оно было покрыто белоснежным цветком, от которого исходил этот чудный аромат. Невольный возглас удивления и благодарности вырвался из уст прославления. «Как он туда попал, мой господин и мой царь?» — воскликнула она. «Как? Ведь я его сам туда поместил», — ответил он. «Ты, конечно же, не могла этого забыть. Это было возле пруда в долине унижения, в тот самый день, когда ты пообещала мне пойти на желанные высоты. Это цветок того самого семечка, которое было похоже на терновую колючку». «Мой господин, тогда что же это было за растение, которое священник вырвал из моего сердца, когда я была привязана к жертвеннику?» «Помнишь ли ты, прославление, когда ты заглянула в свое сердце в тот день у пруда, ты увидела, что моей любви там не было? Там находилось растение желания быть любимой». Робость в недоумении кивнула. «Это была плотская человеческая любовь, которую я вырвал, когда подошло время. К этому времени оно было достаточно непрочно, и я удалил его, чтобы настоящая любовь могла расти и заполнять все твое сердце». «Ты вырвал его?» Медленно, с недоумением в голосе произнесла девочка, а затем быстро воскликнула. «О, мой господин и мой царь, так это ты был священником, так ты был постоянно там, когда я думала, что ты забыл меня!» Добрый пастырь наклонил голову и взял ее за обе руки. Это были руки в шрамах, те самые руки, которые вложили в ее сердце семечко, похожее на терновый шип. Это были те самые руки, которые вырвали из ее сердца любовь, которая причиняла ей столько боли и страдания. Слезы радости катились по ее щекам и падали на эти руки. Девочка молча покрыла их поцелуями. «Обещание, которое я дал тебе, что ты будешь любима взаимно, когда расцветет в твоем сердце цветок любви?» С этими словами он опять взял ее за обе руки. «Любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение». После этого он сказал, «Дай мне мешочек с памятными камешками, которые ты собирала на протяжении твоего путешествия». Девочка вынула из-за пазухи кожаный мешочек и протянула доброму пастырю. Он взял его и попросил ее протянуть руки. Когда она подставила руки, он открыл мешочек и высыпал все камешки ей в руки. Прославление воскликнуло в радостном изумлении. Вместо обыкновенных грубых камней, которые она находила рядом с жертвенником на протяжении своего пути, в ее руках, переливаясь красками, лежали драгоценности. Красоту их невозможно было передать. Девочка никогда не видела ничего подобного. Ослепленная красотой камней, она вдруг увидела в руках доброго пастыря корону из чистого золота. «Бедная, бросаемая бурью, безутешная, я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров». Он взял из ее руки самый большой и самый красивый камень, это был сапфир, и поместил его в центр короны. Затем он взял рубин и поместил его по одну сторону сапфира, а изумруд по другую. Так он брал камешек за камешком, всего их было двенадцать, и разместил в короне. Когда работа была закончена, он возложил корону девочке на голову. В тот момент прославление вспомнило пещеру, в которой она пряталась от наводнения. Она едва устояла тогда от желания выбросить все эти камни, как бесполезные. Теперь же они сияли в короне на ее голове. Она также вспомнила слова, которые тогда прозвучали над ее ухом и которые так ободрили ее. «Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Только представить себе, чтобы она выбросила их тогда, разочаровалась в данных ей обещаниях, отказалась бы по собственному желанию от наследства, тогда не было бы ни одного драгоценного камешка для его славы, не было бы венца для ее головы. Прославление с восхищением вспомнило всю милость, любовь, нежность и терпение, с которым он вел, учил и хранил бедную несчастную робость. Он не позволил ей вернуться назад и теперь превратил все ее страдания в неописуемую славу. Девочка опять слышала голос своего возлюбленного, только на этот раз его улыбка была еще радостнее, чем раньше. «Слыши, черь, и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелай царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». «Вся слава чери царя внутри, одежда ее шита золотом, в испещренной одежде ведется она к царю, за нею ведутся к тебе девы, подруги ее, приводятся с весельем и ликованием, входят в чертог царя». Потом он добавил «А теперь ты будешь жить со мной здесь, на желанных высотах, ты будешь там, где я, и разделишь мою работу там, в долине. Настало время прославления, чтобы у тебя были подруги и служанки, сейчас я представлю тебе их». Сердце прославления затрепетало от радости, оно было переполнено искренней благодарностью, глаза ее наполнились слезами. Она помнила скорбь и страдания своих верных спутниц, которых он дал ей в начале пути. Благодаря их помощи, нежности и терпению, она смогла подняться на горы к желанным высотам. Все это время, пока она находилась со своим Господом и царем, она помнила о них. Она искренне желала бы, чтобы они находились рядышком, когда она получила новое имя и золотой венец радости и славы. Она сознавала, что они достойны получить эту славу. Они прошли тот же путь, поддерживали и помогали ей. Они также подвергались испытаниям и атакам врагов. Теперь она находилась здесь, а их не было. Прославление едва открыло рот, чтобы попросить своего господина позволить ей иметь таких же подруг, которых он избрал для нее с самого начала. Тех, которые фактически привели ее во славу желанных высот. Но прежде она успела что-либо произнести, он сказал с нежной улыбкой. Вот служанки, которых я избрал для тебя с сегодняшнего дня и навеки. Две яркие и сияющие фигуры встали перед прославлением. Утренние лучи солнца сверкали на их белоснежной одежде. На них больно было смотреть. Они были выше и сильнее, чем прославление. Но лица их были необыкновенно красивыми, и в глазах их светилась любовь. Сердце девочки затрепетало от радости и восхищения. Они подошли к ней поближе. Лица их светились радостью, но обе подруги не произнесли ни слова. «Кто вы?» – тихо спросила прославление. «Как вас зовут?» Вместо ответа они посмотрели друг на дружку и улыбнулись. Затем обе они протянули к ней руки, словно намереваясь взять ее за руки. В это мгновение она вдруг узнала знакомые движения и издала радостный крик. Это она могла едва произнести. «Ах, это же скорбь и страдания! Как я рада!» «Как я рада!» «Мне так хотелось разыскать вас!» «О нет!» – засмеялись они. «Мы больше не скорбь и страдания. Разве ты не знаешь, что все, что достигает желанных высот, преображается? С тех самых пор, как ты привела нас сюда, мы получили новые имена, радость и мир!» «Я привела вас сюда!» – с удивлением произнесла прославление. «Как вы можете такое говорить? Ведь с самого начала вы буквально тащили меня сюда!» Они опять с улыбкой покачали головами. «Нет, прославление, мы бы никогда сами не дошли сюда! Скорбь и страдания не могут войти в царство любви. Всякий раз, когда ты принимала нас и протягивала к нам свои руки, мы изменялись. Если бы ты отвергла нас и вернулась назад, мы бы никогда не могли попасть сюда!» Глядя друг на дружку, они тихонько засмеялись и сказали, «Когда мы увидели тебя впервые у подножия горы, то мы расстроились и опечалились. Ты нас очень боялась, старалась держаться подальше и никак не хотела принимать нашей помощи. Нам казалось, что ни одна из нас никогда не достигнет желанных высот. Мы признались друг дружке, что нам придется навсегда остаться скорбью и страданием. Но смотри, как прекрасно наш Господь и Царь устроил все для нас, чтобы ты привела нас сюда, а теперь мы будем твоими подругами и служанками навеки!» С этими словами девушки подошли к ней и обняли ее с обеих сторон. Прославление с радостью ответило на их объятия. Невозможно было выразить словами той благодарности, радости и любви, которые наполняли их сердца. И так, получив новое имя, соединив свою жизнь с самим Царем, увенчанное славой, прославление вошла в Царство Любви.